Всем привет! Некоторые спрашивают, почему мы говорим про изогнутые рычаги на моделях Outlander. Но говорим мы про них именно потому, что в 2019 году передняя подвеска была расширена на 5 сантиметров. Колесная база по ширине увеличилась на 5 сантиметров и стала 122 сантиметра на Outlander. И передние рычаги стали изогнутые. Вот таким вот образом увеличивают клиренс, увеличивают проходимость. Плюс добавлен бы вот этот стабилизатор поперечной устойчивости. А благодаря всем этим изменениям на этих моделях усилие на фаркопе изменилось и стало не 570 килограммов, а 750. Изменения затронули все модели 650 и 1000 кубов объемом двигателя. И как мы видим, вот такой вот просвет. Изогнутый рычаг прекрасно виден. На него можно дополнительно поставить алюминиевую либо пластиковую фирменную защиту КНМ. Хочу напомнить некоторые моменты касательно эксплуатации квадроциклов системы Wisco 4Log. Но самые популярные модели это 1000 на XMR, 1000 Max XTP, 1000 Limited и 650 XMR. Давайте посмотрим, как это все функционирует и какие ограничения по скорости у нас есть при запуске блокировки переднего дифференциала и во время движения. Скорость должна быть до 30 км в час. Отпускаем курок газа и в полном приводе дожимаем кнопочку блокировки. Загорается индикатор и звуковым сигналом сообщается нам о принудительной блокировке переднего дифференциала Wisco 4Log. В этом режиме желтая кнопочка управления усилителем руля у нас как изменение режима усилителя руля больше не работает. В режиме Wisco 4Log усилитель руля работает в своеобразном специальном режиме. Далее мы продолжаем движение. Едем с вами в режиме заблокированного переднего дифференциала. Все колеса у нас вращаются, гребут. И что происходит дальше? У нас при движении вперед в этом режиме будет ограничение скорости 40 км в час. При движении назад 14 км в час. Если мы хотим осознанно увеличить этот предел, то при движении вперед нажимаем желтую кнопочку, снимаем ограничитель оборотов коленвала и скорость 40 км у нас увеличивается в нажатом состоянии этой кнопки до 60 км в час. То же самое и сзади. Если мы едем назад, скорость у нас 14 км в час. Если мы нажимаем эту кнопку и нажимаем газ, то ограничитель будет срабатывать на скорости 25 км в час. Это необходимо, например, если нам нужно выбраться из какой-то засады, из какого-то обрага. И когда мы абсолютно контролируя ситуацию, хотим увеличить максимальную скорость движения вперед или назад.